Мы делали первое сообщение в семнадцатом году, оно есть на ютюбе, но тогда я плохо умел работать с литературой, плохо умел выступать, но в общем сейчас, во-первых, с новинками, во-вторых, немножко переработан, ну и так далее. То есть есть у нас такой метод в русскоязычном сегменте низкоинтенсивной силовой тренировки. То есть у нас с вами силовая тренировка, грубо говоря, делится на два больших коридора интенсивности, о которых вот сегодня Александр Формилов говорил, то есть можно работать в стиле многоповторном, то есть взять какой-то легенький средненький вес и делать пампинг, накачаться и так далее, получить эффекты. Можно взять тяжелый вес и то же самое проделать. Есть у нас опорно-двигательный аппарат человека, есть мышечный аппарат, который у нас с вами состоит из пучков, а внутри этих пучков мышечные волокна. Так вот, мышца у нас устроена достаточно сложно, то есть там несколько сотен, несколько тысяч, может быть даже десятков тысяч мышечных волокон. Вот сейчас надо сосредоточиться и понять. Если я хочу, чтобы моя мышца сокращалась очень долго, раз, и желательно при этом генерировала силу какую-то приличную. Так, давайте пока продолжаем разговор. Что мы вообще делаем? Какие мышцы влечены в верхний перекрестный синдром и какие из них укорочены и какие из них растянуты? Так, смотрите, давайте начнем с трапеции, которую, если помните, мы там несколько вариантов раскатать около стены, раскатать на полу, ну либо подопечному, либо самому себе, подложить под трапецию, размять. Так, ладно, с трапецией разобрались, поехали. Что у нас еще по мышцам спины? Что нам нужно активировать? Давайте переходим к упражнениям. Это может быть блок, это может быть резинки. Дополнительно можно потянуться, если у кого-то укорочены ромбовидные мышцы, в протракцию ввести лопатки, акцентированно свести, опустить лопатки, только после этого разогнуть плечо. Вопросов нет, просто почему. Первое движение – опускаешь, сводишь лопатки в центр, грудную клетку, грудное дело разгибаешь, грудину вон туда разворачиваешь. Смотрите, как выглядит, почему укорачиваются. Потому что все время в стоянии человек находится в таком положении, что сближаются места прикрепления. Но не без того, между прочим. Своди сильнее, разводи сильнее. Динамично это работает. Сюда округляй спину. Давай-давай, разводи лопатки в разные стороны. Вот таких 15 раз. Это к вопросу плохо тот тест, который нельзя сделать упражнением. Шея – продолжение позвоночника. Вот эта фраза – капайте на мозги подопечным. Шея – продолжение позвоночника. Шея – продолжение позвоночника. Чтобы на себя в зеркале постоянно не смотрели. Разрешите мне представить сегодняшнее сообщение. Это локальное жиросжигание с помощью физических упражнений. То есть на этом надо обязательно сделать акцент, потому что локального жиросжигания можно добиться как с помощью других физиотерапевтических средств, так как и с использованием в частности кремов, крио, каких-то процедур инъекций и так далее. Об этом сегодня говорить не будем. Будем говорить об влиянии именно точечного липолиза. Классифицировать можно было как угодно. Можно было по годам. Например, исследование 60-х годов. Можно было там 80-х. Можно было по методике. Например, все по сантиметровой ленте. Все по МРТ. Все по компьютерной томографии. Так тоже можно было. Но я пошел чуть по-другому. Я пошел по дизайну исследований. По дизайну. Например, упражнение на пресс. Один блок. Упражнение на ногу. Другой блок. Упражнение с диетой. Третий блок. Упражнение с аэробикой. Четвертый блок и так далее. И вот таких блочков у нас с вами получилось 6. Где-то чуть больше исследований, где-то чуть меньше. И в конце некое резюме. Наложение сантиметровой ленты. Вот. Палец не подкладываем. 88, как у меня вчера было. Вот сегодня 89 получилось. Вот. Может быть, я немножко сместился. 89. И бедра мы меряем по самому большому развитию большой ягодичной мышцы. На этом этапе все сходится. Таким образом, мы нажимаем добавить нового пациента. Вот там, в самом верху, в левом верхнем. То есть, каждый раз, когда садитесь за компьютер, сейчас будете добавить нового пациента. Пишем фамилию. Какая фамилия? Как я сказал, мы на правой стороне будем проводить. Можете встать, подойти посмотреть, потому что сейчас здесь не видно. Вот. И записать видео для коллег. Вот. Соответственно, волосяной покров, вот, в какой-то степени мешает. Вот. Естественно, мы, как в больнице, брить никого не будем сегодня. Вот. Будем стараться, чтобы сигнал у нас прошел. Значит, мы первый электрод накладываем на сгиб. То есть, вот так ладонь загибаем. И вот здесь вот видим, где у нас сгиб. Тут у нас будет один электрод. И примерно по центру ладони, плюс-минус, да, вот, выявили. Будет второй электрод. Вот. То есть, нам их так надо наклеить. Аккуратненько за хвостик их отклеиваем. Стараемся не трогать клейку эту сторону. Приклеиваем первый. Вот. Он, в принципе, видите, вместе с волосами к коже прислонился. И отклеиваем второй. Тоже на центр его аккуратненько приклеиваем. Вот. В принципе, на этом подготовка клиента нашего заканчивается. Мы переходим обратно в программу. Вот здесь внизу будете на строке переключать между презентацией и прочим, да. Все хорошо. Все видите. Если вы не видите вот здесь красных цифр нигде, значит, все токовые цепи у него идут правильно. Если все хорошо, нажимаем записать результаты. И нажимаем, вот здесь вот у нас есть кнопочка первичный. Таким образом, мы переходим в соответствующий нам необходимый отчет. С первого взгляда вижу, что он Виталию соответствует. Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на начале моего авторского курса «Говорить, убеждать, побеждать». Давайте разберем причины вот этого социального торможения, который свойственен людям, которые не имеют должного опыта публичных выступлений. И почему происходит сбой, который провоцирует страхи? Это, а, неуверенность знания материала, непривычное постороннее внимание и боязнь ошибки, то есть переоценка значимости выступлений. Другое дело – это паразитарные недостатки. Это паразитарные недостатки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова